Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Республике остается напряженной. По данным управления Роспотребнадзора по Республике Саха-Якутия, за прошедшие сутки выявлено 122 новых случаев новой коронавирусной инфекции. При этом на столицу Республики приходится 79 случаев. Часть случаев, по 5 случаев, выявлена в Мирненском и Нюрбинском улусах, в Горном и Санитарских районах по 4 случая. Отдельный случай зарегистрирован в нескольких районах Республики. Необходимо обратить внимание на то, что практически во всех муниципальных образованиях Республики ухудшилась санитарно-эпидемиологическая ситуация, и выявленные случаи есть практически в каждом районе. На настоящий момент только что закончилось совместное заседание оперативного республиканского штаба и непосредственно оперативных штабов глав муниципальных образований, на котором главой Республики поставлена прежде всего основная задача по принятию административных мер по предотвращению и недопущению распространения коронавирусной инфекции. Если исходить из позиции, а в целом сегодня ситуации по санитарно-эпидемиологическому благополучию в Республике необходимо обратить внимание, и на это обратил внимание в том числе и глава Республики, основные наши очаги – это корпоративные очаги, соответственно, которые затем перерастают в семейные очаги как таковые. Поэтому вчера было принято решение на оперативном штабе ограничить работу в реальном режиме, в физическую работу на основных местах и определить по каждому бюджетному учреждению Республики до 50% состава на удаленном режиме. Сегодня глава муниципальных образований необходимо будет проконтролировать, как наличие приказов о подобного рода надаленной работе, а также Министерство труда проведет к концу дня соответствующую ревизию приказов относительно всех бюджетных учреждений Республики Саха-Якутия. Соответствующую информацию по тому, сколько и в каком порядке ушли на удаленную работу, завтра она уже будет доложена главе Республики, и приняты меры, если не будет соответствующего исполнения. Что сегодня позволит сделать удаленный режим работы порядка 50%? Он позволит, прежде всего, дальше продолжать разрывать наши связи, которые помогли, посредством которых осуществляется передача и распространение инфекции. За сутки в Республике проведено 2525 исследований. Всего с начала эпидемии обработано 533 944 теста. Необходимо обратить внимание, что сегодня главой Республики поставлена задача детальной отработки и контроля за соблюдением тех требований, которые установлены в Республике. А, соответственно, санитарно-эпидемиологические нормы должны соблюдать все. Это даст возможность снять нагрузку с учреждений здравоохранения. На настоящий момент, как мы и говорили ранее, часть лаборатории работает в круглосуточном режиме. Одно-единственное КТ в городе Якутске также продолжает круглосуточную работу. Относительно остальных компьютерных томографов установлен удлиненный режим работы. В медцентре города Якутска впервые третий день исследован способ амбулаторного лечения значения непосредственно больных ковидной инфекцией. И на настоящий момент эта форма также используется. Иная форма также оказания помощи на дому сегодня предполагается для, соответственно, лечения республиканской больницей номер 3, там, где у нас большинство пожилых граждан. Спасибо за внимание. Спасибо.